Вы выберите себе... Да не буду я признаваться, что вы меня сейчас провоцируете? Не надо утрированно, мы тут за словами четко говорим. Давайте подбирать. Я буду учиться. А кто стоит за успешной женщиной? И есть, как ты понимаешь, термин «успешная женщина»? Что это такое? За каждой успешной женщиной может стоять только успешный мужчина. И нас не учат, что такое правильно быть женщиной, что такое вообще быть женщиной. Это прям гибельсовская пропаганда. Даже не буду сейчас отрицать, это мой урок. А то, что вы проецируете образ мышления, что весь мир такой. Вот мы ставим такую установку, что мир такой, других вариантов нет. Просто зачем сложно? Вот вы говорите, это будет сложно. Вот мы речи говорим. Это будет легко и просто. Мы найдем механизм, как входить в состояние радости. Когда последний раз вы были в этом состоянии, наполненности, радости? Когда вам два усилия достигать? На этот вопрос я не смогу ответить. Либо это совокупность. Давайте искать. Давайте искать. Вы, как женщина-психолог, прорабатывающая свои психотравмы. Как вы меряете свой успех как женщина? Что для вас быть успешной женщиной? В наслаждении. Вот знаете, на самом деле я считаю, что женщина успешная – это та, которая находится в радости и в наслаждении. То есть если она работает… Расскажи, пожалуйста, тогда в твоем понимании, что такое вежественная и невежественная женщина, какими она обладает качествами. Расскажи, есть ли вообще в мире такие женщины, которые тебя вдохновляли как-то какими-то своими качествами? Ведь если вдуматься, то, возможно, изменение и искажение образа женщины началось еще тогда, когда поменяли букву «Ч» на «Щ». То есть убрали смысл, что это определенная ответственность, это определенный чин, чтобы называться женщиной. Тем самым обесценили само слово «женщина», сам титул женщины, да, что есть девицы, да, а есть девицы, взявшие ответственность, следящие за своим состоянием, эмоциями, которые вправе называться женщиной. Потому что каждая женщина, она будет идеальной для своего мужчины, для своего партнера. И основная задача женщины, как я это вижу со своего опыта, именно быть наполненной и гармоничной, а значит привести свою психику к целостности. Что должна женщина изучать, чтобы свою психику приводить в целостность? Что для этого женщине надо? Хорошо, я привыкла все время с луком. Чего ты меня переучиваешь? Я вот с луком всегда жарила все, но и буду с луком жарить. Понятно? С морковкой не буду. Грамотнее, наверное, сказать, что я не встречала идеально здоровых эмоциональных, психологических, физических людей. Вот так будет, наверное, грамотнее. Знаете почему? Знаете почему? Почему? Потому что я их не вижу, вы хотите сказать? Нет, потому что им не интересно общаться с эмоционально незрелыми. План продаж такой, я говорю, знаете, а вы что-то мое мнение не учитываете? Что вы зеркала продаете? Давайте носки продавать. Вы что, слышишь ты? Ты мое мнение что-то не учитываешь? Вы ставите на равное мужчину и женщину. Как они могут быть равны? Вы о чем? Да, я ставлю. Мы не как девочки, мы вообще не получили знания, что такое семья. Мы в основном копируем, когда вырастаем в ту семью, которая была у нас. Вы сейчас со мной с такой интонацией разговариваете, как начальник? Ну, вообще.